Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать всех вас на моём канале. Мы с Твиксиком уже проснулись. Время 7 часов утра. Так что мы молодцы! Эх, дурачка ещё надо кормить. Как бы хорошо было бы, если бы он питался воздухом. Да, дурачок, расходы одни с тобой. Лоток поменяй, покушать дай, а поглазить себя не даёт. Каждое утро последние две недели у меня начинаются плюс-минус одинаково. С уборки. Не могу сказать, что жить одной настолько сложно и скучно, я бы не сказала. Наоборот, даже в какой-то степени интересно. Так как я живу одна, естественно, я убираю только за собой. Стараюсь каждый день убрать, например, две комнаты и сильно не запариваюсь по этому поводу. То есть особого такого срача и бардака у меня нету. И в то же время я уже приучила себя класть вещи на свои места. Пока, например, я что-то готовлю, сразу же быстренько мою посуду. И не могу сказать, что я постоянно в этой рутине. В то же время у меня везде убрано, чисто, всё отлично. Прибралась немного дома, сделала лёгкий макияж. И, кстати, всегда губы я окрашу в последнюю очередь, перед тем, как сесть снимать для вас мукбанк. А сейчас я заказала вкусняшки из Макдональдса, Биг Мак и много чего интересного. И осталось всего 4 минуты. Через 4 минуты мне привезут мои вкусняшки. К сожалению, надо спускаться вниз, чтобы забрать. Потому что у нас лифт работает с такой карточкой. Это безумно неудобно. Поэтому, ребята, никогда не покупайте квартиры в таких МТК, где лифт работает с карточкой. Это очень-очень неудобно. К тебе приходят гости, ты вынужден спускаться вниз, их встречать. Тебе, например, привозят доставку, ты опять же вынужден спускаться и встречать. Очень неудобно, хотя ты платишь за доставку прям до двери. На самом деле на сегодня у меня были другие планы. Но сейчас мне позвонили из магазина и сказали, что сегодня, буквально через час, они могут доставить мне мой стол, который я заказывала для своей квартиры, на кухню. Его делали на заказ. Столешница будет такая же, как и столешница моей кухни. В общем, сейчас вам покажу обязательно. Надеюсь, что все будет соответствовать моим требованиям. Изначально я сказала, чтобы стол обязательно был 80 на 130. Поэтому я обязательно беру сантиметр вместе с собой, беру вас, чтобы показать, и направляюсь на квартиру. Я вышла из дома немного раньше, чем мне следовало это сделать. Поэтому по дороге я заглянула в магазин. Мне нужна была дощечка для мукбангов. Дело в том, что моя дощечка уехала в деревню вместе с мамой, поэтому я решила взять себе новую. Также на кассе увидела залипательные вот эти антистрессы. Какие же они все-таки милые. Я так хотела себе их взять. Это было нечто. Мало того, что везде продаются поп-ит и симпл-димпл, так еще вышли новые вот такие штуки. Очень приятно их жмакать. Немного сообразив, что я уже повзрослела и уже пора думать о каких-то серьезных вещах, я решила направиться в сторону вешалок. Но тут, к сожалению, каждого цвета было понемногу. А я хотела 20-30 одного цвета. Это как раз тот магазин, где я покупала все свои органайзеры. Очень много здесь всяких интересных органайзеров. Стоит все копейки. Посмотрите, какая интересная штука для украшений. И еще мне очень понравились стаканчики для влюбленных. Я кое-что придумала. Но что придумала, не буду пока что вам раскрывать карты. Ну что, я уже на месте. Осталось подождать их, чтобы они принесли стол. Ну что, как вам моя квартирка, милая, родная, роднулечка? Сейчас как раз-таки здесь будет стол. Здесь стояла стремянка. Я ее убрала. Еще здесь были инструменты. Короче, столешница будет вот такого цвета и белые ножки. А стулья вот эти вот черные. Дальше покажу вам свой промах. Я все-таки решила одеть обувь, потому что здесь пыльно и грязно. Надо помыть полы перед сдачей обязательно. В общем, я думала, что этот плед будет идеально сочетаться с этой комнатой. А оказалось, совершенно нет. Обои это больше зелень. Здесь это глубизна. То есть, абсолютно не сочетается. Цвета не подходят. Хотя, когда я первый раз увидела этот плед, я подумала, все, он идеально впишется. Но ничего подобного. Вообще, совет вам на будущее. Если вы идете покупать что-то под обои, то берите с собой кусочек обоев. И сравнивайте уже непосредственно на месте. А то будет вот такая вот лажа. Но ничего, я думаю, пережить можно. Надеюсь, хотя бы изголовье кровати будет хоть как-то сочетаться с обоими. Не могу описать. Хоть здесь ремонт недорогой. Я старалась все делать по максимуму, побюджетнее, так скажем, чтобы уложиться. Потому что у меня есть и другие планы. Я в этой квартире жить не собираюсь и так далее. И все равно здесь какая-то атмосфера, чего-то нового. Не знаю, мне очень нравится, как здесь. Если сравнивать, например, квартиру, в которой я сейчас живу, и вот эту, здесь более уютно. Хотя я здесь не обжила абсолютно ничего. То есть здесь много чего нету, что действительно нужно. Но все равно мне больше нравится. Здесь как-то поуютнее, как-то, не знаю, родное. Возможно, потому что это мое. Не знаю, с чем это связано. Но я заказала, получается, спальню. Я вам в инстаграме показывала спальню, которую я заказала. Уже когда привезут, обязательно и в ютубе покажу вам уже результат, когда соберут. И вы знаете, если честно, я просто брала как кота в мешке. Заказала через интернет. Мне просто неохота было туда ехать. Я очень надеюсь, что спальня будет нормальной, никаких косяков не будет, ничего разваливаться не будет. Вроде цена очень такая приемлемая. И вроде как они делают неплохо, потому что у них много заказов. Я решила заказать у них. Думаю, да ладно, бог с ним. Что будет, то будет. Но все-таки я надеюсь на лучшее. И еще, если мне сейчас и стол понравится. Получается, я у этого специалиста, так скажем, у этого магазина. Я заказала кухню. Теперь я заказываю стол. Если стол тоже будет прям отличный, такой же, как и кухня, я хочу заказать вот это. Это мечта просто где-то, наверное, с первого курса. Я очень хочу вот такой вот комод. Он как-то называется Alex, по-моему, из Ikea. Но у нас, к сожалению, нет Ikea, поэтому я хочу заказать его на заказ. То есть, посмотрим, почем он мне скажет, сможет ли он сделать именно по моим меркам. Конечно, хотелось бы сходить в Ikea и купить его уже готовый, посмотреть, пощупать. Но нет такой возможности. Поэтому я хочу его заказать вот с первого курса универа. Я просто мечтаю о нем. И только сейчас меня осенило. А что мне мешает его заказать? Ну реально, сколько он будет стоить? Максимум тысяч десять. Неправильно? Могу я выделить эти десять тысяч? Даже не десять. Я думаю, наверное, где-то восемь-семь тысяч он мне скажет. Ну, короче, посмотрим. Вроде как, то, что делает этот специалист, мне очень нравится. У него как бы свое производство, так скажем, свой цех. Это не совсем такой крупный магазин. Но цены у него приемлемые и не кусаются. И вроде качество тоже неплохое. Поэтому, думаю, наверное, закажу у него. Он вроде с минуты на минуту, они должны приехать и установить мне стол. Стиралка тоже просто космос, девочки. Хоть она поддержанная, хоть первая стиралка мне не понравилась. И нам пришлось ее поменять. Но сейчас я просто в восторге. И мама тоже здесь есть экран. Очень хорошо моет. Быстро, оперативно. В общем, у нас дома бошь. Но, несмотря на это, мы больше влюблены с мамой в эту стиралку. И вообще, когда я закончу полностью ремонт, то есть закончу с мебелью тоже, я хочу снять вам хаус-тур, так скажем. Покажу все. И везде буду прикреплять цены. И, в общем, вам расскажу, сколько же денег я потратила на ремонт. Хотя, вы знаете, можно даже до и после. Сначала показывать до, потому что все материалы я оставила. Я не стала удалять. И процесс, как мы все клеили, можно все это объединить в одно видео. И там вот как раз-таки говорите про цены. Но я все записывала специально для того, чтобы, во-первых, почитать расходы. А, во-вторых, чтобы... На чем мы остановились? Ну, в общем, зачем я все это записывала? Во-первых, почитать чисто для себя. Во-вторых, когда я уже буду снимать для вас хаус-тур уже готовые квартиры, чтобы я могла вам конкретно говорить про цены. Вот, например, кухня я знаю, сколько обошлась. В общем, сейчас не буду об этом во всем. Буду потихоньку уже рассказывать, когда буду уже показывать и снимать вам хаус-тур, о котором так мечтала. Они немного опаздывают, а мне скучно сидеть без интернета, без всего. Я решила немножко вам поснимать. Вот, например, за навески мы брали самый бюджетный вариант. Точнее, это просто тюль и гюняшлик. Не знаю, как по-русски, но это против солнца, чтобы соседи не видели меня. Единственный, самый главный минус моей квартиры заключается в том, что окна смотрят во двор. Для кого-то это, конечно, плюс. Для меня это огромный минус. Я бы хотела, чтобы у меня был какой-то вид из окна, так скажем, какая-то панорама. Но, к сожалению, найти квартиру исключительно с плюсами и по приемлемой цене очень сложно. Поэтому вот такой вот вариант мне достался. Естественно, затраты были не только на материалы, но и на работу мастеров. Например, газ нам проводили, сделали очень дорого, но очень аккуратно на самом деле. Кое-где нас обманули, такой неприятный момент был. Но да ладно, я не расстраиваюсь из-за этих вещей. Мне кажется, когда люди обманывают, это им возвращается в двойном объеме. Поэтому как бы пофиг, ничего страшного. Поэтому, учитывая все-все-все моменты, я как бы в видео буду об этом рассказывать. Но останавливаться на таких технических моментах, мне кажется, не имеет смысла. И это просто неинтересно. Кстати, забыла вам показать, что же я купила. Я купила дощечку для мукбанков. Та, что была у нас мама увезла в деревню, потому что она была не в очень хорошем состоянии. И я решила купить новую. Очень удобно на мукбанках расставлять на дощечку. И купила вот такие вот салфетки для того, чтобы протирать стол. Я очень люблю менять эти салфетки. Или, как правильно, полотенца одноразовые. Мама использует одно полотенце долгое время. И от полотенца так воняет. Поэтому просто спасение. Ну что, мои бублики, можете меня поздравить. Мне привезли стол точно-точно такой же, как и моя столешница. Стол такой, знаете, крепенький. Такой прям, знаете, прослужит. Вот я чувствую. Ножки это угольники. Специально белый. С черным, типа под мрамор. Это под кухню, как вы понимаете. Конечно, здесь есть недочеты. Все надо прибрать. Это мы сдирали такую пленочку сверху была. Чтобы по дороге, при транспортировке не поцарапалось ничего. Ну что, мне очень нравится. У меня такая просторная кухня. Я, если честно, думала, что когда привезут уже мебель и кухня будет готова, здесь будет тесновато. Но ничего подобного. И я очень рада, что я выбрала именно эту квартиру, где квадрат больше, чем в остальных вариантах, которые я рассматривала. Здесь и погулять есть где. Посмотрите, сколько пространства. И нормальный полноценный стол. Это у нас 80 на 130. То есть можно отодвинуть, и 6 человек спокойно могут съесть за этот стол. Плюс у нас еще остается здесь дофига пространства. Как классно! Вот реально хорошо, что я взяла больше всех. Вот квартиру, которая больше всех по квадратуре. Не стала обращать внимание на цену, потому что были варианты подешевле. Но там и квадрат поменьше. Но зато ремонт получше. Уже было все готово. Я решила, пусть лучше будет в полу-отремонтированном варианте. Но зато квадрат побольше. В общем, здесь у меня стол со стульями. Стульчики взяла бюджетненькие. Но ничего, можно с ними тоже как-то обойтись. И стол такой прелесть просто. Вентилятор там у меня стоит. И холодильник. И это я снимаю не на широкоугольную камеру. Вот. Все поместилось, не тесно. Мама говорит, сюда еще ковер. Я думаю, да не надо, зачем ковер? Все сейчас ходят в тапочках. Нафига этот ковер нужен? В общем, как-то так. Не могу скрыть свое счастье. И ломбир как в тему. И обои какие. Но сама себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Ну, вау, просто. Наверное, как-то тупо прозвучит. Но мне иногда прям хочется собрать свои монатки. Наконец-то, чтобы привезли спальню. И переехать сюда, жить у себя на квартире. Сама, как взрослая девушка у себя на квартире. Вот прям так хочется. Но с другой стороны, просто дело не только в моем комфорте. Дело в том, что у меня есть и планы на будущее. То есть я планирую купить машину. У меня есть планы какого-то бизнеса. Не только с точки зрения того, что мне удобно с мамой. Но еще и с точки зрения экономии. Потому что каждый месяц эта квартира будет приносить дивиденды. Поэтому мне выгоднее, конечно же, ее сдать и получать денежки. И уже достигать следующих своих планов. Ну, блин, так хочется сюда переехать. Мне так это все родное. Мне так все нравится. Пришла я домой. Успела загрузить для вас сразу видео. Мукпанк. Это с Макдональдсом получается. Прям быстро-быстро все. Создала обложку. Выложила, покормила дурачка. У меня мама, когда я прям так быстро двигаюсь, всегда говорит. Айка, ты прям как истребитель. Успокойся, пожалей себя, полежи и так далее. Я говорю, успею полежать в гробу. Кстати, сейчас видела путевки за 700 всего монат на 8 дней. В Турцию из-за этих пожаров очень сильно упали цены на отели. И как вы думаете, что я хочу сделать? Я хочу поехать туда отдыхать. Ну, а что нет? Сэкономлю кучу денег. И там пожары уже закончились вроде как. Ну, в общем, как-нибудь обязательно хочу взять путевки на двоих, на мамочку. Для мамочки и для меня. И поехать в Турцию. Потому что мы в Турции никогда не были. Все безумно хвалят их отели, сервис. Здесь прям номер один. И вы знаете, очень у них бюджетные цены. Так смотришь, очень выгодно. Даже если учитывать, например, поехать отдыхать куда-то в район Азербайджана, лучше уж полететь в Турцию. Вот реально. По бюджету даже выгоднее получается. Ну, в общем, сейчас не об этом. Сейчас мне надо слегка прибраться в комнате, потому что с минуты на минуту сейчас придет учительница ко мне, которая учит меня вождению. И вы знаете, всегда с детства бабушка нас всегда приучала, что если к вам приходят гости, то обязательно, даже не спрашивая у гостей, наливайте чай, ставьте перед ней вкусняшки, а когда закончится, предложите что-то покушать. Всегда бабушка это приучала в нас. И это у меня как бы сохранилось в голове. Мне сейчас устанавливали стол, я предложила воду, предложила чай, чай пить они не стали, просто воду предложила. Но в любом случае, мне кажется, это признаки гостеприимия. По чем мы договорились? Одно занятие у меня стоит 35 монат. Мне кажется, это нормально, учитывая тот момент, что я экономлю свое время, я экономлю деньги на такси туда-обратно. Мне очень удобно, мы сидим под кондиционером у меня здесь. Единственное, мне нужно немножко прибраться к ее приходу, а так все окей. Я просто умиляюсь тем, как он лежит. Смотрите, какой он милый. Я прям не могу, щи из тебя хочется, щи из тебя, щи из тебя, щи из тебя, мой свадкиненький. Ну все, закончила я свои дела. День мой закончился быстро. Много чего успела, позанимались. Потом посидела немножко, поучила. Хотела себе сделать педикюр, наконец-то. Мы когда ехали на море, жена двоюродного брата, Парвана, я так привыкла говорить, жена двоюродного брата. В общем, Парвана мне говорит, что ты, говорит, не переделаешь педикюр? А у меня реально он очень сильно отрос. Я сегодня думала сделать, как раз показать вам, что у меня получится. Я вот ненавижу делать педикюр. Маникюр люблю, а педикюр нет. Хотя, по идее, правую руку, например, очень сложно делает левый.